Уже традиционно в Новосильев день в Усть-Куломе проходит фестиваль современной коми-песни Василей. Юбилейный 30-й он только-только завершился. Его прямую трансляцию вел телеканал Юрген. Но чем еще знаменит этот день, поведает Дарья Волокжанина. В ночь с 13 на 14 января череду зимних праздников по традиции завершит Старый Новый Год. Это неформальный праздник, который в наши дни потихонечку теряет популярность. Старый Новый Год, как и 1 января, ознаменует начало новолетия. Кстати, приставка «старый» здесь не случайна. Это отсылка к юлианскому календарю, который уступил место Григорианскому. Многие верующие Новый Год отмечают по-старому, 14 января. Ведь до Рождества Христова они держат 40-дневный пост. Для всех русских людей Рождество – это праздник особенный. И, как водится, готовиться к нему тоже надо по-особенному. А где найти лучшее место для подготовки к празднику, чем здесь, в монастыре? Вообще, в старину 13 января считали праздником земледелия. Называется и он по-прежнему «Васильев день». Раньше в этот день крестьяне устраивали обряд посевания. Ходили в гости, разбрасывая в измах зерна, и почитали святого Василия, который покровительствовал земледельцам. А вечером, как и полагается, в преддверии Нового Года накрывали большой стол с кутьей, блинами, пирогами и обязательно поросенком. Наши предки знали, чем веселее проведешь это время, тем меньше проблем будет в Новом Году. У нас в Коме-Крае было принято готовить особое обрядовое печенье. У русских оно называлось калятки или козули, а вот у Коме-народа это чеба или чань, то есть фигурки, испеченные в виде домашних животных. По поверьям, испеченные в святочные особенные дни, оно обладало целительной силой. Если затем в течение года кто-то из домочадцев занемок или домашнее животное захворало, то это печенье, которое не портилось, а хранилось в красном углу за иконами, оно доставалось, отламывалось, крошилось в пищу и считалось, что по вере происходило такое вот исцеление. А еще в эти дни гадали, как и сейчас. По поверьям, предсказания на Васильев вечер стопроцентно сбываются. На жениха Коми девицы гадали в хлеву. Если в темноте попадется белая овца, суженый будет блондин, а если стриженный – бедняк. Брюнет! Брюнет! Лохматый, богатый! До революции, кстати, Новый год в России праздновался скромнее, чем сейчас. Но детские утренники с наряженной елкой были. Об этом свидетельствуют дневники архивиста Андрея Цембера, который находится на особом хранении в Национальном архиве. Новогоднюю красавицу в 1904 году в Уссульске украшали в приходском училище. На нее пригласили деток из пяти учебных заведений. Дарили подарки. 300 человек детей. Поэтому, естественно, я думаю, что при организации Цембера вместе со своими коллегами это учитывал. Комиссия из 12 учащие, то есть учащие – это учителя. Эта комиссия собиралась и решала вопрос, как же они будут организовывать вот это мероприятие. Естественно, как и сейчас, учителя занимались чем? Они развешивали кульки. Что значит развешивали? То есть определенное количество по весу сладостей было положено в каждый кулек. Кстати, в Коме есть еще одна традиция. Молодая, ей всего 30 лет. В канун Старого Нового года проводить фестиваль современной национальной песни «Василей». Для жителей Уськуломского района это настоящий праздник. На Василей съезжаются самые талантливые музыканты республики. Ежегодно на этой сцене рождаются новые звезды. Очень много сегодня легенд и историй про то, каким образом сформировался этот праздник, как родилось это решение. Это замечательная идея, которая стала настоящей визитной карточкой из Коломского района. Их много, наверное, ни одна из них не будет основной. Тот говорит, что таким образом Василий Григорьевич Ладыгин решил отметить свой день рождения чуть попозже. Тот говорит именно о том, что некая такая святочная чертовщинка, огонек в глазах наших авторов, которые всегда были за креатив, за какие-то интересные идеи, сыграла свою роль. Разгар святочной недели. И хотелось немножко подурачиться, хотелось встретиться с старым друзьям. Не просто встретиться узким кругом, кухонным, а на большой сцене. На сцене не только профессиональные исполнители. Очень много тех, кто пишет сам, любителей. И главное, все поют на коми-языке. Здесь разные жанры, от лирики до рэпа. Есть и те, кто принимает участие в фестивале уже не одно десятилетие. Пытался подсчитать, но сбился, не знаю, много раз. Ну, почти что с самого начала, как Василей организовался, где-то, ну, со второго, с третьего, вот, Василеем. Это, можно сказать, и жизнь моя. Тут все, как бы, тут начал писать песни. И, как бы, мои песни поют в коме-республике. Ну, как бы, приятно, что и до сих пор поют. Праздник с годами менялся. Постоянно появлялись новые традиции и обычаи, которые сохраняются и до сих пор. Старый Новый год – отличное время для того, чтобы сделать все, что не успели в ночь с 31 декабря на 1 января. Например, взорвать хлопушку. Ух! И, конечно же, зажечь бенгальские огни. Ну и самое главное – загадать свое самое-самое заветное желание. С наступающим, друзья! С наступающим.